Просто любить живел недостатково для того, как стать айболитом у соправным житиям. Треба еще научиться отчувать и разуметь их. Беседы Виктории Новиковой с четырех лапами и сябрами. Особливая – коты, собаки, трусы, хомяки. В ее руках комфортно всем. Страх в момент проходит. И вот уже пациент легко поддается просьбам лекара. Ветеринаром Виктория працует 7 годов. Мара юнацтва допомогать живелам подмацивалася ответная эдукация в Витебской ветеринарной академии. Потом – долгочаканная практика. Автальмоскопом просматриваем глазное дно. У данного котика глазное дно в пределах нормы. В середнем 30 пациентов у сустрака Виктора что день. Кольки их было за весь час практики уже складано подлечить, говорит доктор. Конечно, в начале было страшно и как-то руки дрожали, не скрою. Ну, где-то первые операции 5, наверное, и потом уже все наладилось, все как по маслу пошло. А как вы делали первую операцию? Своей кошке. Своей? Своей, да. Она у меня была подопытная. Не страшно было? Очень страшно, очень переживала за нее, конечно. Но все удачно было. Жалко их просто, когда они болеют, они такие беспомощные. И хочется им все-таки помогать, облегчать их страдания. Профессия ветеринара шматгранная. Виктора не только ставит диагнозы и лечит, займается и профилактикой, и психологичным станом пациентов. Работать все это поспехово может только человек, который любит свою справу и отдается ее целиком. Профессия наносит отбиток на ладжица и звички героини. Я вегетарианка уже много лет, наверное, больше семи. Ну, это, наверное, психологически. Мне жалко всех животных. Я против страданий. В любом их виде. Кожаного не носите? Нет, нет, нет. Одна из самых добрых профессий. Випадковых людей не бывает. Упевненный галонный ветеринарный урадж Бреста Виктор Тарацюк. Очень любит свою профессию. И мы стараемся набирать людей, которые действительно отдают свое и время, и все качества, которые есть животным. Так же, как и медицинский врач, ветеринарный врач должен постоянно готовиться. Не менее двух часов заниматься самообразованием. Много читать. Много вводить новые методы лечения. Докторы, которые лечят зверу и птушек, ведомо не чуют слов удячности о своих четырех лапах и пернатых пациентах. Однако, по зауселеких сомнений, уже вел и дякуют своим воротовальникам особливым чинам. София Берожная, Тегран Акопян, телеродой компания Брест.